Олег Петрович, первый вопрос. Почему, на Ваш взгляд, получились два такие разные тайны? Вообще согласны Вы с этим тезисом? Да, я согласен с этим тезисом, это надо признать. Сложно сказать, с чем это может быть связано. С ротацией, с определенным волнением. Можно набрасывать ряд каких-то слов, фраз, но это все равно все не то. Потому что футболист, выходя на арену, он должен справляться с каким-то волнением. Какие-то есть вещи футбольные, которые простые. И принять мяч, отдать эту передачу. Вот тогда проходит все волнение, и надо играть в футбол. Поэтому получилось так. В перерыве мы немножечко поговорили о том, что все-таки мы в футболе. И поэтому второй тайм получился более целостный. Более целостный. Ваши вопросы. Тимур Валерьев, спорний за днем. Олег Петрович, действительно бросалось в глаза, что было определенное волнение. Показалось, что часто выходят в атаку, заканчиваясь задними ударами. Хотя иногда можно было довести мяч за штрафной. А действительно ли в этих моментах, вы тоже согласны, что было волнение? И какой вы расстроили план на игру? План на игру? Основной план на игру, собственно, не только в этом матче, а во всех матчах, это необходимо сыграть надежно в обороне и создать наибольшее количество угроз у ворот соперника. Что, собственно, наверняка делают все команды, стараются, по крайней мере. Наш план был таков, что развитие атаки в переходных фазах оказывает давление. Мы в определенных зонах оказываем давление, потому что мы все-таки должны понимать, что мы сейчас на данном этапе не можем играть с некоторыми командами так, как хотелось бы им в их футбол. Но мы должны придерживаться ритма игры и атаковать так, как умеем это делать мы. Поэтому, собственно, был акцент сделан на давление в центральной части поля и выход в быструю атаку. Ну, также то, что у нас были удары со средней дистанции, да, это было сказано футболистам о том, что необходимо работать со средней дистанции. Можно было сделать хладнокровнее, еще дополнительные передачи, о чем вы говорите, там, предпоследний пас. Да, конечно, всегда можно было бы улучшать, но мы должны понимать, что футболистам необходимо быстро принимать решения на огромном пульсе. И поэтому это то решение, которое принимает футболист на поле. Любое решение, которое связано с угрозой ворот, мы уважаем это решение. Александр Дороский, спортсмен 2, Валерий Петрович. С учетом того, что сегодня была достаточная ротация состава, какая связь у факела вообще в кубке, какие задачи? То есть, опять же, это дать игровое время тем, кто, ну, так ему говорят, в чемпионате, это получить опыт против Спартака из них, когда группа попалась достаточно тяжелая. Может быть, это все-таки какие-то турниры еще есть в цели? Какая главная задача? Для нас, мы рады, что мы оказались в такой сложной группе. Для нас цель – это совершенствование. Потому что мы с сильными командами, мы должны совершенствоваться, мы должны становиться лучше, лучше и лучше. Вот мы сыграли и со Спартаком, сегодня мы сыграли с Зенитом. Все, мы почувствовали, что это такое. Теперь надо к этому, ну, значит, в следующий раз у нас еще будут игры. Поэтому, ну, в следующий раз мы уже понимаем, с какой точностью и на каких скоростях нам необходимо работать. Поэтому для нас Кубок России – это… Мы всегда должны показывать максимум. Потому что, ну, изначально Кубок России – это достаточно почетный турнир. И мы к нему так и относимся. Игроки, которые выходят по какой-либо причине стратегической или медицинской, выходят в Кубки России, они продолжают совершенствовать командные действия, общекомандные действия. Каждый футболист должен давать качество на фоне высокой самоотдачи. Ну, главное, в том числе, что совершенствование Вы сказали по поводу того, что стало понятно, что на каких скоростях нужно действовать. То есть, главное – это скорость, чтобы в итоге начался с Спартаком и Зенитом. Скорость, скорость, скорость игры и при этом качество игры. Потому что мы при этих скоростях, нам необходимо работать с мячом точно, своевременно и точно. Андрей Петрович, я не могу объяснить, сегодня по ходу матч меняли к Лангере, Мастернова и Магаля, и сразу после старта игры, во втором тайме. Не могу объяснить причину этого перемена? Это два футболиста, которые в игровом функционале абсолютно одинаковые. Первый размен, они поменялись по эпизоду, и мы их вернули просто на место, доиграть именно эти позиции. В перерыве мы их разменяли, потому что Магаль действовал более правильно, более агрессивно в своей зоне, перекрывал развитие атаки, Мастерной немного перестраховывался. Поэтому мы их разменяли для того, чтобы выровнять именно этот баланс. Магаль действует Survey. Магаль действует ziehe. Субтитры создавал DimaTorzok